приветствую всех шалом друзья хочу сегодня поделиться одним парадоксом который я ну довольно часто наблюдал в своей жизни жизни других людей также доводилось такое видеть и парадокс когда в чем заключается в том что казалось бы должно быть так а получается на оборот и какой парадокс я заметил что подчас в некоторых поражениях которые я испытываю в жизни оказывается больше победы чем в некоторых победах и вот ситуации какие бывают что вот искушение приходит какой-то что-то сделать неправильное соблазн компромисс наговорить чего-то или наоборот не хочется что-то делать а ты идешь и делаешь то есть ты не поддался соблазну не поддался компромиссу ты победил какое-то искушение победил себя и в этот момент я заметил что я склонен начать гордиться собой и думать да я такой смотри молодец такой святой такой победитель такой правильный что господь мне точно уже по гроб жизни должен за то что вот такой я послушный ему его слову и я начинаю гордиться своей победой своей вот этим вот то что я прошел испытания прошел искушение не поддался или наоборот не хотелось чего-то пошел попросил прощение или что-то сделал пожертвовал то есть что-то что бог меня побуждало мне так не хотелось но я все-таки сделал я заметил что иногда я склонен возгордиться этим и ходить с такой высоко поднятой головой что вроде вот как бы я я крутой на самом деле такой святой и это в свою очередь начинает просто удалять меня от бога то есть просто бог гордым противится моя гордыня моя самоправедность когда я начинаю считать себя таким праведным потому что я победил в искушении потому что я не поддался не соблазнился или наоборот я послушался что-то сделал с другой стороны бывают моменты когда попал вот в поражение то есть ты что-то не прошел ты где-то поддался искушению наговорил лишнего наделал лишнего или наоборот было побуждение бог говорил тебе что-то сделать а ты зажал не сделал и в такие моменты когда ты сокрушаешься от этого каешься начинаешь плакать как-то идти к богу сердце становится лучше добрее мягче открытие для господа и это поражение но каким-то образом приближает тебя к богу по итогу по результату ты начинаешь получать какие-то откровения и вот из этих всех ситуаций где ты казалось бы не прошел казалось бы ты должен тебя должен откинуть назад но это заставило тебя искать бога и приближаться к нему еще сильнее после твоего падения поражения какой-то неудачи где ты что-то не прошел вот такой вот парадокс интересный и знаете если мы во время поражения падения когда мы не проходим испытания впадаем какие-то искушения согрешаем или наоборот не делаем то что бог нас побудил делать то приходит дьявол с осуждением и мы знаем что надо бороться с этим надо встать на веру в кровь христа в праведность христа в то что мы оправданы не моими падениями или поражениями или победами а кровью христа независимо от дел по благодати и мы начинаем искать бога смиряться в свою очередь как будто ну милостиве относиться к другим кто проходит подобные потрясения поражения падения в своей жизни но когда мы одерживаем победу вот в этот момент как будто вот ничего не надо делать но в этот момент мы тоже уязвимы для гордости для самоправедности для того чтобы начать о себе думать больше чем должно для того чтобы начать осуждать других за то что они не прошли подобные испытания и это гордыня делает жестким жестоким сердце человека таким суровым и такие люди они на самом деле удаляются от бога и начинают в своей самоправедности становиться жестокими по отношению к другим кто не не ходит в таком уровне победы я не знаю вот как по их мнению как они не проходят какие-то испытания падают спотыкаются терпят поражения и вот эта гордыня она на самом деле приносит фрида больше по итогу чем то победа которую ты одерживаешь в какой-то вот локальной локальной ситуации поэтому вот этот парадокс я озвучиваю лишь для того чтобы донести до вас кто слушает и прислушивается к тому что у нас на канале говорится что даже после того как вы победили даже после того как вы прошли испытания где вы не поддались компромиссу соблазну это время когда нужно смиряться и не позволить дьяволу вскружить вам голову и ослепить вас сиянием вашей победы чтобы не сердце не стало жестоким и не стала удаляться от бога как бы смотря на себя какое хороший какой я правильный какой я победитель поэтому в этот момент просто смириться воздать всю славу богу понять что эта победа не сделала нас лучше или хуже эта победа не сделала нас более достойными или менее достойными что действительно все из него все от христа все благодаря христу и всякая победа которую мы одерживаем ему за это вся слава то есть если я верю мы будем уделять время тому чтобы смириться перед богом во время побед когда ну ты такой еще не дай бог на глазах у людей ты где-то победил и где-то что-то такое вот прошел испытания и тебе там хлопают и восхваляют это еще больше нужно смириться нужно просто зайти в комнату я не знаю встать на колени сказать господь слава тебе за все что ты дал по своей милости мне пройти и благодарю тебя за эту победу потому что это твоя победа явленная через меня не не мои силы не юра кузьмин такой хороший святой и праведный победил в искушении нет это ты господь и тебе вся слава за твою благодать вот такой вот парадокс просто напишите в комментариях интересно будет услышать был бывало ли у вас такое что какие-то ваши поражения по сути больше победы в них было чем в каких-то победах которые удаляли вас в итоге от бога из-за самоправедности вот этого чувства и гордыни которая накатывала после этих побед аминь я очень я очень люблю победы я очень люблю побеждать я не люблю проигрывать не в спорте не в спорах каких-то не в играх не каких-то делах очень люблю победу но в во всякой победе всегда есть такая вот небольшая часть которая может обратить эту победу в поражение если мы начнем гордиться своими победами поэтому пусть победа христа доминирует нашей жизни и как молились в израиле не нам не нам господи но имени своему дай славу аминь